Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ Мифы и история древней китайской цивилизации Связь небесных тел и планет в древнем китайском календаре Унаследовав империю после смерти Джун Канга, его сын Сян стал пятым китайским императором династии Ся. Он жил в городе Шанцу, как в столице своей империи, но позже он переселился в Джангуань. Год собаки Сян взошел на трон в Гот Усу, то есть Год собаки по китайскому гороскопу. Собака является одиннадцатым знаком из двенадцатилетнего цикла китайского гороскопа. Год собаки связан с символом земной ветви. Каждый из двенадцати лет, приходящийся на Год собаки имеет свой элементальный знак. Существует пять обозначений собаки – металлическая, водяная, деревянная, огненная и земляная, которые чередуются каждые шестьдесят лет, образуя свой цикл. Для собаки характерны следующие элементы астрологии. Земные ветви являются китайской системой датировки, порядковых номеров, зодиакальных знаков и астрологических традиций. Эта сложная система построена на основе наблюдений за орбитой Юпитера, разделении небесной сферы на двенадцать частей в соответствии со сторонами света, временами года и двенадцатью традиционными китайскими единицами времени в виде двухчасовых периодов, на которые они разделяют сутки. Так, собака властвует с 19.00 до 20.59. Времена года китайцы основывают на наблюдениях за звездами и солнцем. Китайский Новый год начинается от второго новолуния после зимнего солнцестояния. В Древнем Китае кроме земных ветвей использовались еще небесные стволы, которые обозначали дни недели. Их было десять, и их применяли императоры для своих ритуальных календарей. Собака относится к знаку Земли и стороне света Запад-Северо-Запад. В китайской философской концепции существует описание противоположных, но взаимосвязанных сил. Китайская космология определяет Вселенную как нечто, созданное из хаоса материальной энергии. Эта энергия организована в циклах Инь и Янь. Знак собаки относится к циклу Янь. Это активный принцип, который проявляется во всех формах различий и изменений, таких как мужской и женский пол, свет на юге и мгла на севере, годовой цикл лета и зимы и т.д. По отношению к Луне собака соответствует девятому лунному месяцу, осеннему сезону и знаку Зодиака Весам. В буддизме существуют божества-защитники, или якши, называемые двенадцатью небесными генералами. Знаку собаки соответствует небесный генерал Ваджра, называемый так на санскрите. Он олицетворяет силу мудрости, его имя означает «Приход Великой». Продолжение читайте на сайте жаж.клаб